Продолжаем разговор про прививки. Сегодня мы будем говорить про инструменты. Итак, какие нам инструменты понадобятся для прививок? Будем заниматься мы в основном капулировкой, улучшенной капулировкой и прививкой в расщеп. Для этого нам нужен капулировочный нож. Вот показываю его. Это прямой нож вот с такой вот бородкой. Бородка нам нужна для того, чтобы немножечко так вот приподнимать кору при желании. Но между нами говоря, ей редко кто пользуется. Нож вот этот вот достаточно дорогой, из очень хорошей стали, но это не значит, что надо гоняться за очень хорошим и дорогим инструментом. Я на даче делаю прививки в основном с совершенно простеньким, очень дешевым ножом из дешевой стали. Он точится гораздо быстрее, а вот этот из хорошей стали. Он точится гораздо дольше, но правда гораздо дольше и не тупится, зато его очень страшно потерять. Потому что видите, вот он такой слишком дорогой. Ну или вот такой вот нож. Тоже очень хороший, но честно говоря, деревянный лучше лежит в руке. Как точить нож? Точить до остроты бритвы, точить придется долго. Рекомендую вот такой брусочек. Вчера купил в обычном хозяйственном магазине. Ну свой брусочек старый просто стыдно было показывать, а этот просто сказка. Посмотрите, здесь одна зернистость. Здесь потоньше точится, а здесь побыстрее. Ну то есть сначала так поточили, потом так можем поточить. Замечательная штука. 100 рублей всего отдал. Буду пользоваться. Как точить? Точится с одной стороны. Вот посмотрите, вот с этой стороны происходит заточка. С этой стороны все прямое. Ну в конце заточки немножечко, может быть, фасочку здесь снимем, но обязательно вот эта сторона точится, вот эта сторона нет. Делается это вот так вот на брусочек и вот так вот придержите пальчиком, так на себя. Раз, раз, раз. Короче, это долго делается до остроты бритв. Обычно проверяется вот так вот пальчиком. Да, видите, у меня пальчик весь зарезан. Это как раз из-за этого. Ну еще лучше, если будет вот сбривать такие волосики, да, здесь на тыльной стороне. Но это пока еще не бреет, ну потому что ножик, ну что называется, еще не доточен. Так что точите. Чем острее нож, тем удачнее будут прививки. Но еще хорошо, что чтобы он складывался, да, потому что есть не складывающиеся ножи. Понимаете, если вы в кроне что-то делаете и случайно там падаете с разложенным ножом, это очень неприятно. Вообще нож это травматичная штука очень, потому что он острый, как бритва. Ну и в саду и много приходится работать. Секатор. Секатор это вообще самый-самый-самый простецкий, который у меня есть. В принципе, мне не надо больше. Хорошо лежит в руке, режет, не жует. Все, что еще надо. А что еще надо? Надо еще про одну вещь рассказать. Вот смотрите, на всех практически секаторах вот эта режущая поверхность, а здесь такая вот площадочка. Вот я ее покажу. Площадочка, да. Есть секаторы обоюдоострые, где здесь тоже острие, но это достаточно редко бывает. Иногда перетачивает секатор на острие. Для чего? Чтобы черенок, если срезался, вот эта часть, она не подминалась немножечко. В принципе, это не обязательно. Можно работать и таким секатором, но только помните о том, что здесь вот эта часть, она подминается слегка. Поэтому, ну, естественно, вот эту часть мы не используем, либо подрезаем ножиком. Ну вот, в принципе, и все. Вам понадобится два инструмента. Каплировочный нож, секатор, ну, а это наш лучший помощник, брусочек для заточки ножей. Точите ножи, скоро будем прививать.